Я хотел бы свою позицию выразить, что изучение тонких миров, изучение мифов, метафизические подходы к исследованию современных процессов, это все хорошо, я сам увлекаюсь этим. Но хотелось бы все же посмотреть на мир, в котором сегодня копошится наша Россия, несколько с таких материалистических позиций, с точки зрения материалистической науки. И конечно в сравнении с периодами, которые происходили уже в истории человечества, подобные. Если посмотреть на сегодняшний мир, на глобальную ситуацию, то можно найти аналогию где-то в начале 20-го столетия, в преддверии Первой мировой войны, когда человечество, европоцентричный мир, зашло в тупик и выходом стало в серии из двух мировых войн. Сегодня мне, кстати, ближе оценка той ситуации, которую мы наблюдаем, Веце-президента нашей Академии Константина Николаевича Соколова. Мы еще несколько лет назад, года 3-4 спорили по поводу определения нынешней ситуации, когда он сказал, что грядет мировая гражданская война. Сегодня уже не спорим, потому что идет действительно война во всех сферах жизнедеятельности человечества, во всех сферах, на всех геополитических уровнях, глобальных, региональных, субрегиональных и так далее. И мы видим сегодня, и вряд ли кто станет отрицать, что вновь война идет по оси запад-восток. Война идет по оси государства или системы государств, транснациональные сообщества. Война в социально-экономической сфере, север-юг, и проявляется она повсеместно, по сути дела, бедные против богатых. Мы видим, и Хантингтон оказался прав. Идет межцивилизационная война. Идет война внутри самих цивилизаций, в том числе христианской, или западной мы можем назвать ее, христианской. Идет война внутри ислама. Да, она искусственно задается во многом, но она идет сегодня, проявляется. Идет война в духовной сфере, нравственная, безнравственная, в культуре, культура, бескультура и так далее. Сегодня мы видим, что и в сфере мировой финансовой системы, или финансовой олигархии, идет война на уничтожение друг друга со стороны Ротшильдов и Рокфеллеров. Идет война за контроль над Европой. Кто будет? Британия или Германия и так далее. И этот перечень можно продолжить. То есть мир сегодня не имеет общей орбиты развития. Нет даже нескольких четко проявленных орбит развития человечества. А все вот сгущается, сдавливается в таком вот клубке противоречия. И как-то немало замечено было, может быть у нас, но на Западе вообще не замечено. Вот такое событие. 20-22 июля состоялась международная конференция по устойчивому развитию этого года. Рива плюс 20. Очень интересный, там есть пассаж, записанный в итоговом документе. Он звучит так. Кроме для устойчивого развития, кроме сокращения численности населения, то есть сокращение численности населения фиксируется как задача, продолжает цитировать, необходимо сокращать потребление. Вот дается вектор развития человечества. А теперь о России. Да, может показаться, что в России все хорошо. Сегодня наш президент Путин, не знаю, летал, не летал, но запланирован полет на дельтаплане, значит все остальное хорошо, лишь бы полет удался. Если взять статистику, взять сухие цифры, выстроить графики, Россия сегодня деградирует по всем направлениям. Ни о каком развитии сегодня речи вообще быть не может в России. Возьмите статистику, выстроите графики, нужно мы дадим, деградирует во всех жизненно важных сферах. И я все время оптимистический такой тон держал в выступлении, что в России есть огромный потенциал. Да, потенциал огромен, но, к сожалению, значительная часть потенциала нам, россиянам, уже не принадлежит. И мне представляется, что счет быть или не на, счет для ответа на вопрос, быть или не быть, идет, если не на месяцы, то годы. То годы. Ну, примеров предостаточно, мы их прогнозировали и так далее. Все, что у нас взлетает, уже и молятся, и батюшки сегодня каждую новую ракету, каждый космический запуск освещают и так далее. Но, да, все, ну, пока еще не все, но все чаще и чаще валится. И здесь никакой Господь Бог бездельникам, бездарям помогать не будет. Когда мы уничтожили свое производство, не производим ни утюг, ни холодильник, ни станок, а думаем, что мы будем сидеть на трубе и создавать там, собирать спутники для полета на Марс. Не бывает этого. И чудо, оно все равно базируется на какой-то материально-интеллектуальной основе. Мы сегодня не воспроизводим в России интеллект, а значит, мы теряем разум. Вот это нужно нам понимать. Но хранить Россию, конечно, не стоит. Но нужно понять следующее, что Россия в одиночку, кто бы там ни пришел, на каких бы там этих дельтапланах ни летали, какие бы саммиты и чемпионаты там ни проводили, сегодня Россия не вылезет в одиночку из той погребальной ямы. Не вылезет. Россия может, изменяя себя, менять постсоветское пространство и предлагать изменение всему человечеству. И в этом наш шанс. Бояться я пытался вот кому-то там говорить, кто около власти ходит. Да кто нас слушать будет? Но нас послушали в 20-е, в 30-е годы, когда мы были еще дохлее, чем сегодня. Послушали. И вот, меняя мир, меняли себя, меняли, по сути дела, все человечество. Только высокая цель, она может мобилизовать население. Вот здесь говорим о духе там, обо всем прочем, метафизическом или эстонкого мира. Не появляется дух просто так. Сидеть, попивать пивко там или еще что-то, дух не появится. Дух является только под высокие проекты. Проекты, которые увлекают и мобилизуют всю нацию, весь народ, цивилизация. Итак, сегодня, вот мы, отработав совместно с Московским государственным лингвистическим университетом, предлагаем власти российский геополитический проект. У России вообще никакого проекта сегодня, ни внешнеполитического, ни геополитического, ни внутренней модели развития, ничего нет. И вот задача нашего научно-экспертного сообщества, вот этой бездарной власти, которая не знаю, сколько еще просуществует, самой глупевшей за историю России власти, сегодня давать вот эти подсказки, не в виде образа, они, смыслов, они не поймут просто. Им нужно дать, делай раз, делай два, делай три. И вот Путин провозгласил евразийский проект, союз. Это правильно, потому что и Гумилев, Лев Николаевич говорил, спасение только евразийской, на евразийском пути развития и так далее. И вот им предложить конструкцию, расписанную экономисты свою часть, там социологи, свою там и так далее, военные, свою часть коллективной безопасности, дать конкретный проект и заряжать этим проектом общество. Евразийского, ну первое, обновленной России, Евразийского союза, далее Евроазиатский союз, он назрев, это на базе шанхайской организации, развивать с превращением, конечно, Индия, Россия, Индия, Китай, это три континентальные страны, образует этот континентальный союз. Экономисты дают модель этого союза, финансисты свою валютно-кредитную модель и так далее. И сюда же Иран, Афганистан, Пакистан, ну и Монголия, она с нами. И дальше эту модель развивать, нести по миру в формате БРИКС, АСИАН, АТС и так далее. Вот только такой масштабный проект спасет и нас и поможет изменить человечество. И это, ну, должны все же, я говорю, мы, ученые, опытные люди, эксперты, предложить. Спасибо.